Меня зовут Андрей Зыков, я старший инженер по автоматизации тестирования из команды Core iOS QA. Тестирую ВКонтакте с января 2019 года. О чем поговорим? Поговорим прежде всего об устройстве автоматизации iOS-тестирования ВКонтакте, а коротко о том, как устроен XC-тест и как готовить XC-тест правильно. Начнем с первой секции, автоматизация iOS-контакте. Что у нас вообще есть, что происходит и так далее. Прежде всего язык автоматизации это Swift, также мы используем Objective-C и Ruby. У нас есть GitLab, TeamCity, но думаю об этих ребятах не стоит рассказывать, все и так понятно. Что мы такое? В целом у нас небольшая тут будет инфографика, сборка клиентов ВКонтакте. То есть у нас есть основное приложение, оно занимает 17 минут, есть мессенджер, который 16 минут, есть клипы 6 минут. Дальше у нас есть всего 700 тестов в CI, их число растет каждую неделю. Важно качество, а не количество. Также у нас полный регресс занимает 50 минут на iPhone и на iPad. То есть мы тестируем только на симуляторах. Далее поговорим о том, вводная часть о том, что такое XC-тест и чего его идет. Что предлагают XC-тесты с коробки? То есть это у нас платформа для тестирования… Переволновался, извиняюсь. Так, это у нас прежде всего платформа для написания юнит-тестов, UI-тестов, перформанс-тестов. Перформанс-тесты, они представляют себя такой вот mix and match между и юнит-тестами, и UI-тестами. То есть там можно миксовать все это дело. Как устроены UI-тесты под капотом? Представим, у нас есть симулятор, у нас есть тесты. Когда мы запускаем тесты, на симулятор устанавливается приложение, ну, тестируемое приложение и тест-раннер. Когда мы запускаем тест-раннер, он у себя… он запускает приложение. Когда мы хотим что-то как-то повзаимодействовать с приложением, мы из тестов вызываем какой-то метод, допустим, tab, вызываем какой-то tab. Тест-раннер, он как бы заворачивает этот запрос, сериализует его и отправляет в приложение. В приложении встроено к Sabelti-клиенту, который работает приблизительно, как тот же VoiceOver. Он обрабатывает этот запрос, взаимодействует с интерфейсом так же, как и VoiceOver, и возвращает какую-то синхронизацию или ответ, или там все зависит от запроса. Дальше у нас на слайде, так сказать, все, что у нас происходит на экране разработчика. Это у нас симулятор справа и IDE. Так все это происходит, там тесты крутятся, свайпаются, и у нас в итоге получается какой-то результат. Ну, это так, для тех, кто не в курсе, как все это выглядит. Первый экран приложения — это новостная лента. С чем мы столкнулись? Это, прежде всего, новостная лента, это, прежде всего, бесконечная таблица, которая не совсем хорошо подается XC-тесту, потому что, когда мы делаем какой-то запрос в дерево элементов, приложение, оно выстраивает полностью к Sabelti-дереву. И, допустим, таблица, она может подгружаться. И когда XC-тест не видит конца таблицы, он пытается ее догрузить до конца, то есть он грузит все то, что видит пользователь и не видит пользователь, чтобы это все работало гладко и четко. Обрабатывает таблицу таким образом, то, что, как мы настроили VoiceOver, так будет и работать все это под капотом. Так, в итоге мы столкнулись с такой проблемой, то, что при большой ленте у нас слишком много к Sabelti-элементов появлялось. Ну, таблицу XC-тест бесконечно строил, подгружал данные для следующей страницы. Так. Сейчас. Ну, можно, можно. Спасибо. В общем, когда мы делаем запрос, XC-тест под капотом, ну, Sabelti-клиент в приложении, он перебирает полностью всю иерархию. И каждый запрос, он подгружает все новые и новые данные в нашей новостной ленте, и поэтому мы слишком долго обходим дерево доступности. И когда мы что-то нажимаем, пытаемся что-то нажать, любое взаимодействие с экраном падает по тайм-ауту. Как мы это решили? Мы это решили сначала тем, что мы просто получали тесты у пользователей для тестов с пустой лентой. В последствии нам, конечно, нужно было как-то выстраивать тестирование самой ленты, чтобы кто как с ней взаимодействует сам пользователь. В итоге мы просто решили подхачить приложение. Хак заключается в том, что мы просто встроили в логику под загрузки ленты небольшой флажочек, который является индикатором того, что работали сейчас переборы accessibility и постройка всей accessibility ленты. Ну и просто не грузим продолжение ленты, если происходит перебор иерархии. Поэтому продолжая дальше, не стесняемся хакать приложение по полной программе. Что это подразумевает? То есть мы можем глобально отключить анимацию. Излишний рендеринг — это нам не нужно. Ускоряем неотключаемые анимации тоже. Чистка приложения на старте — это очень полезный поинт, потому что нам всегда нужно чистое приложение, и нам всегда нужно его чистить. Логично. Также используем моки, чтобы ускорить какой-то флоу. Также эксплуатируем навигацию и диплинки, чтобы быстрее всего попасть на какой-то экран конкретный, чтобы с ним повзаимодействовать. Также отключаем некритичные алерты, поп-апы и автоплей. Сокращаем избыточные ожидания. Допустим, у нас есть тест-кейс. Допустим, точно в основном ленте можно посмотреть историю. Допустим, история длится 6 секунд. Нам бы хотелось в тестах это сократить. Мы просто в тестах прокидываем какое-то значение, с какого помежутка нам вообще воспроизвести историю. Допустим, нам всего нужно 2 секунды. То есть мы это немного подкачили и ускорили тест. И каждый как, естественно, нужно покрывать честным тестом, чтобы все было хорошо. И у пользователей, и у нас быстро все прогонялось. Поэтому, думаю, все любят треугольники, всем знакомым треугольникам, где юниты, UI-тесты и прочее. В самом начале основополагающим залогом стабильности тестов является VoiceOver и Accessibility. В зависимости от того, как в приложении выстроен VoiceOver, зависит и качество тестов, и то, как их будут писать. Ну и, конечно же, наличие всяких дополнительных оберток, которые на самом деле никогда не нужны. Ну и плюс стоит изучать имплементацию VoiceOver дополнительно, чтобы приносить небольшой вклад для тех людей, которые пользуются им. Дальше у нас стабильность сервисов. Залогом стабильности также является то, что нам нужны стабильные данные из сети, если у нас нет моков, стабильные сервисы, которые мы используем в тестах. Ну и, конечно же, сотрудничество разработки автоматизации. Между ними всегда должна как бы шариться информация о том, что происходит в тестах, делиться, как там работает UIKit, как VoiceOver лучше всего подтяните, подкрутить, и вот это вот все. Так, ускоряем прогон UI-тестов. Ну, тут будут небольшие такие подсказки, на что стоит обратить внимание. Ну, прежде всего, нужно избегать ожиданий по константному времени, в связи с минимумом количеством обращений к Excel-элементу и Excel-элементу к query. Для массовых проверок всегда подойдет только Excel-элемент сновшот, но стоит забыть про использование всяких копишек типа all elements bound by index и all elements bound by accessibility 3 или что-то такое. Ну, и следует, конечно же, дробить долгоиграющие тесты на составные части. Их проще ретрадить, ну и параллелить. Кстати, о параллелизации и параллелизации на симуляторах. На один симулятор клон как бы приходится один exit test case. Это, говоря уже о прошлом пункте. Симуляторы, кстати, имеют доступ ко всем ресурсам хоз-машины в отличие от девайсов. Поэтому это дело может закончиться плохо, если у нас приложение нестабильное, и если приложение нестабильное, и оно может жрать там кучу ресурсов, кучу ресурсов, и может положить билдак. Плюс симулятор клона — это, прежде всего, поверхностная копия исходного симулятора, то есть донора. И поэтому при прогонах на клонах приложение может испытывать проблемы при взаимодействии с файловой системой. То есть, допустим, у нас есть какой-то instance SQLite, и если все шесть приложений будут одновременно пользоваться им, рано или поздно какое-то приложение начнет гулять на контейнер другого приложения. Это какая-то магия, но такое бывает. Дальше идет секс фичи XTS, которые вам не помогут или помогут, тут уже как важно, как вам решать. Так, у нас есть протокол XElement Type Query Provider, и есть API-шка FirstMatch. Это не совсем то, чем кажется. Поясню немного. Когда мы делаем запрос, приложение как бы формируется к Сабилити 3, и когда мы делаем FirstMatch, получаем первый элемент не тот, который мы видим, а тот, который сформировало приложение. То есть это не совсем то ожидаемое поведение, которое мы как бы думаем. Вот. Ну, то есть, например, мы сделаем запрос, допустим, дай нам какую-то первую ячейку. Эта первая ячейка может быть вовсе не первой ячейкой, которую мы видим, а какой-то из другой таблицы, и вот это вот все. Или вообще второй. Там уже как приложение решит. Затем это все дело очень флакует на больших таблицах и коллекциях. То есть, ну, на вьюхах, где какие-то подружаемые данные есть. Ну, и ужасно работает на комплексных запросах, если мы там используем, там, найдем какую-то ячейку в таблице, в таблице, и там еще сверху полируем предикады. Это очень ужасно работает и нестабильно. Так, у нас еще есть вот такой вот друг, ее Interaction Monitor. Отрабатывает только тогда, когда хит-тест неуспешен, и все системы, как бы, когда мы работаем с тестами, если у нас всплывает какой-то системный алерт, и все тесты выходят автоматически. Он отклоняет вообще все запросы, которые встретит. Ну, если, конечно, встретит. Но это не автоматика, а только тогда, когда хит-тест неуспешен. И поэтому его не стоит использовать в случае, когда прерывание часть теста. Зачастую очень, ну, люди совершают много ошибок в этом плане. Они как бы вешают у Я-интерапшн-монитор и думают, что он похендлит какой-то алерт самостоятельно в положительном кейсе. Нет, так делать не стоит, потому что, когда мы пишем тест, мы должны делать хендлинг системного алерта как часть теста. Так, у нас еще есть вот такой товарищ, критический тест-обсервейшн, который нам позволит отследить за жизненным циклом приложения тестов. То есть мы можем обложить весь жизненный путь. Например, когда бандл начал прогон тестов, когда начался тест-сьют, когда начался какой-то прогон теста, мы это все можем инициализировать сначала у нас в принципу класса. это такая точка старта, когда мы можем указать какой-то отдельный класс, прежде чем запустить тесты. В нем, допустим, зарегистрировать все наши обсерверы, которые нам нужны, и далее уже прокрутить с самого начала теста какую-то дополнительную подготовку. Например, мы можем перед самим тестовым прогоном выключить, там, не знаю, подготовить девайс, выключить там, например, ну, выкрутить громкость на ноль, чтобы не беспокоить никого. И вот это вот все. Плюс мы можем избавиться от наследования XTestCase. Есть такая практика, то что люди просто выделяют в отдельный XTestCase какую-то логику, мы ее можем спрятать в веб-сервере. Ну и дальше мы можем обрабатывать ошибки, то есть там выкидывать сервисные месседжи в TeamCity, чтобы он потом показывал там всякое. Ну и, например, там репортить дополнительные метаданные валюр. Вот, ну и многое другое. Выводы. Будьте, свои решения не всегда лучше, плюс будьте смелыми и экспериментируйте. То есть изучайте приватные API, изучайте подкапотную, это очень прикольно и в целом XTestCase позволяет. Ну и оставайтесь в ВКонтакте. Спасибо за внимание. Спасибо.